Меня зовут Владимир Иванович Желенко. Добро пожаловать в столярную мастерскую и гости к дедушке Володе. Друзья, если вы смотрите и другие каналы о столярничестве, есть хороший канал замечательного человека Юрия Примаченко. Последние два фильма были посвящены ленточной пиле. Первый фильм он рассказывал о ленточной пиле. Я сам внимательно смотрел его ролик. Для меня больной вопрос, очень больной вопрос, как правильно натянуть ленточное полотно. Он получил письмо от своего коллеги. В конце фильма есть ссылка. Присылал эту ссылку Михаил Макаревич, коллега. Он живет в Америке. Фильм этот на английском языке, но принцип очень понятен. Буквально на следующий день Юрий Примаченко снял фильм о том, как правильно отрегулировать ленточное полотно. Оказалось это насколько простым способом и методом, но метод этот, не побоюсь этого слова, революционный. Я очень много пересмотрел информацию в интернете, как натягивать ленточное полотно, с каким усилием, какой выбрать критерий при натягивании полотна. Ничего не нашел. Оказался метод насколько простой. Я когда посмотрел этот фильм, друзья, с улыбкой скажу, даже вечером захотелось побежать в мастерскую и настроить эту пилу. Смотрите канал Юрия Примаченко о его настройке. Смотрите мой. Настраивайте натяжение пилы этим способом. Смысл заключается в следующем. Между двумя шкивами или барабанами движется ленточное полотно. Вверху стоит регулировочный болт, который и натягивает это ленточное полотно. Метод этот заключается в следующем. Принцип очень простой. Снимаются ролики, чтобы полотно делается слабый натяг, включается двигатель и полотно начинает вибрировать. И вибрация очень сильная, друзья. Верхним болтом начинаем поднимать шкив верхний, тем самым создаем дополнительный натяг и в какой-то определенный момент полотно с вибрацией переходит в прямую линию. Вибрация прекращается. Вот это и есть та точка отсчета. Начинаем вращать немного дальше. Натяг, когда увеличиваем, опять появляется вибрация. Вот отсюда и вывод, почему рвутся полотна. Сильный натяг и вибрация. Вибрация этой рыбки и продвижений, вот эти рыбки и создают, скажем, мегавариантный момент, когда полотно рвется. Попал сучок, вибрация и полотно порвалось ленточное. Вибрация сильная, я даже, друзья, не ожидал. У меня ленточная пила, она промышленная, но изготовлена кустарным способом. У меня нет большого рычага, чтобы после работы, скажем, освобождать ленточное полотно. И после работы я откручиваю, там стоит болт с натяжителем. Каждый раз этот отпускаю болт, ниже опускаю верхнюю скан-каретку всю, шкив верхний. Когда начинаю работать, по-новой поднимаю. Поэтому очень тяжело упоймать тот настоящий момент. К этому способу я добавил небольшое свое приспособление. Как ограничить подъем. Очень простое, буквально там за 15 минут я его изготовил. Смотрите, смотрите канал Юрия Примаченко. Большое спасибо Юрию, спасибо большое, огромное Михаилу Макалевичу, что они нам открыли глаза на эту простую регулировку. Огромное им спасибо, творческих успехов вам, друзья. Установил белый лист. Сделал я такую небольшую рамку с болтом. Сначала даже хотел индикатор поставить. Для каждой пилы, конечно, надо регулировку производить отдельно. Но в любом случае это не так долго. И во время работы буду поднимать до касания верхнего болта с моим регулировочным болтом. Я думаю, это оптимальный вариант, не надо гадать. Вот так выглядит нижний узел с подшипниками для удержания ленты. Во время движения иногда подшипники прокручиваются. Но у меня, если посмотреть, на шкивах внутри лежит ремень. Шкивы большого диаметра, лежит ремень. Поверхность ремня не очень идеальная. Поэтому лента немножко все равно гуляет. Вот это верхний узел. Два подшипника держат ленту по сторонам, чтобы не ходило. И один упорный сзади. Работа начинается очень просто. Начинаю вращать. До упора. Я лажу бумажечку. И немножко усилия добавить. Буквально несколько секунд пила выставлена. О регулировке пиле много рассказано. Я повторяться не буду. В качестве пробного реза буду производить рез акации. Крепкое дерево с очками настроил. Подсоединяем пылесос. В любом случае, она меня пылит. Одеваю средства защиты. Включаю вентилятор. Один, второй. Один, второй. В конце смены выключаю рубильник и ослабеваю полотно. После каждой работы отпускаю. Здесь получается 2-3 обороты, потом руками. Отпускается легко эти руками. Задавайте вопросы. До новых встреч. Всего вам доброго, с уважением, Владимир Иванович.